Доброе утро, интернет! У нас конец июня, у Альбины был вчера день рождения, и наше путешествие, она вот тут уже собирается. Кофе делайте. У нас путешествие в Зардинию. Это остров в Италии. Давно уже туда хотели. Собрали чемоданы, как-то так. План такой. То, что вообще был план ехать вдвоем, потому что мы хотели на мотоцикле поехать вдвоем, но потом написала подружка, и сказала, что она тоже едет туда в это время, и потом еще другая написала, что она тоже хочет туда. Так что, в общем, сейчас мы едем с тремя девчонками и я, и это очень прекрасно, потому что я могу оставить просто девчонок на пляже и сам пойти кататься в горы без плохого ощущения, что я оставил Альбину одну на пляже. Так что как-то так. Будет интересно, будет здорово. Собираемся сейчас в 5 утра. Мы хотим выезжать, она должна приехать, и мы поедем в Саддинию. Все, вот так мотоцикл выглядит. Можем ехать. Все готово. Я вчера еще масло поменял. Сейчас у нас 3 часа до Италии. Нет, да, 3 часа до Италии, 20 минут до Швейцарии. И все, поехали. Все, альбинка едет впереди со мной. Алиса прилетит сегодня туда. Будем втроем, будет классно. Я очень рад ехать наконец-то опять. После Марокко большое путешествие опять. Сейчас там 20 минут до Швейцарии, потом 3 часа до Италии, и уже увидимся, наверное, возле Италии, или возле Швейцарии, или где-нибудь в Альпах, наверное. Потому что надо будет через Альпы. А так будет автобан скучный, так что. Поехали. Фуры. Я когда-то тоже так стоял. Ну, не так долго в Швейцарии раньше, когда на грузовике ездил. Все, ребята, мы проехали Швейцарию. Вот тут граница, полоска. Мы заезжаем в Италию. Стоим, мы приехали в Генуа. Мы здесь сейчас возле порта. Там уже баржи эти стоят, или как они называются? Первые лодки, на которой мы поедем. Нам 1,8 километров осталось. Сейчас еще закупимся, что-нибудь холодненького попить. потому что ночь будет на лодке. Походу, это то же самое, прям от то же самое место, то же самое лодка. Такая же модель, я имею в виду, как в танке. Хотел вам показать, как мы спали сегодня. Девчонки, там. Я слева. С вот таким вот видом. Мы разворачиваемся. Мы приехали. Как ощущения? Вы довольны? Или вы дохлые еще? Ольбия. Чайка. Ольбия. Мы приехали. Сейчас ждем, пока нас выпустят. Поэтому пойдем к машинам, они там внизу. И поедем туда. Заберем Алиску. И пойдем путешествовать. Да, я решил поехать вперед, потому что там стоят машины, еще полчаса будут стоять они, наверное. Я поехал к Алисе уже, чтобы с ней постоять. Ей не будет скучно, и мне будет в теньке. О, боже. А, девчонки, наверное, приедут только через полчаса. Но это вот Альбия. 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 У нас не есть шляқи. Я знаю, это не есть шляпи. Поехали. Абраан Лисо? Теперь втроем, три девчонки и я. Но будет весело. Сейчас мы едем в сторону пляжа. Анна знает здесь один пляж, потому что она здесь чаще бывает. И по дороге мы где-нибудь остановимся в кафешке или где-нибудь в... Или не в кафешке, где-нибудь в каком-нибудь зупермаркете, чтобы кофе себе взять. И потом поедем, подумаем, где что будем сегодня делать. Потому что чек-ин у нас только в 15.30. Так что нас будет все равно ждать. Наверное, мы поедем просто на пляж, будем отдыхать. Потом чек-ин сделаем попозже. Тут мы позавтракали. Здесь сразу магазин был. Мы закупились напитками. Вот так стоит. Девчонки упаковывают. Все напитки в рюкзак с льдом, чтобы все было холодненько и вкусненько. Там байк стоит. Я надеюсь, я его увижу. Особенно кофры приделанные. Мы идем на Лиске с напитками на пляж. Уже видно пальмы. Красота. И в Магарем здесь тоже. Пошли купаться. Мы так идем на пляж. Пляж вообще-то там. Но мы увидели фламингос. Прикольно. В Европе я еще не видел фламингос. Так классно здесь отдохнули на пляже. Посидели. Позависали. И теперь едем. И ребята, мы приехали вроде в нашу деревню. Ищем сейчас AirBnb. Все, прям отдохнул. Мы тут немножко заблудились. Девчонки разворачиваются. Да, сейчас загрузимся, разгрузимся, закупимся. Все сделаем. И я вам, конечно же, покажу AirBnb, как он выглядит. Здравствуйте. Привет. Вот наш AirBnb, который мы взяли. Только что закупаться ходили. Девчонки загружают все. Здесь такие отворота. Я мотоцикл загнал внутрь. Здесь душ есть. Мотоцикл здесь стоит с аляромом. Потому что Италия, она так себе. Сейчас мы закупились на всю неделю. Там море. Не знаю, видно ли будет, не видно. Сейчас мы пойдем к морю. Я не думаю, что я буду снимать сегодня. То, что кататься я, наверное, завтра тоже не буду. Послезавтра и следующий не буду. А завтра я буду просто отдыхать. Здесь мы будем сидеть вечером. Такая красота. Девчонки собирают еду, кушать. Пиво. И все подряд. И 500 мы заплатили за... Сколько? За неделю. Она здесь моет руки. Это AirBnb, это наша комната. Ничего особого. Все простенько. Она, я вашу комнату тоже покажу. Быстрее. Очень-очень все просто, но уютно и нам нравится. Вот так ванна наша выглядит. Все, ребята, на сегодня хватит. Сегодня снимать не будем, потому что там все равно темно будет. Мы увидимся с вами уже где-то, наверное, в дороге, когда пойдем кататься в горы. Может быть, утром или даже на целый день. Посмотрим, потому что жарко сильно, я думаю, целый день. Но утром и вечером буду катать. Все. Пока. До завтра. Какие планы на сегодня? Доброе утро. Потерянный. Видите? Не ютуберы. Сразу видно, не ютуберы. Все-таки застеснялись. Мы завтракаем. Смотрите, как красиво у нас. План на сегодня такой, что мы пойдем на пляж и будем сегодня целый день валяться на пляже. Мотоцикл стоит здесь. Я, наверное, сегодня буду только вечером кататься. А завтра я поеду с утра до вечера или утром и вечером посмотрим. Но план на сейчас, по крайней мере, такой, что мы пойдем на пляж. Приятного аппетита. Смотрите, как интересно. Здесь надо пройти через речку, чтобы попасть на красивый пляж. Доброе утро, ребята. Все еще спят. Я проснулся поехать в горы. Мотоцикл здесь стоит. Все еще спят, потому что 7 часов утра. Позже Анна поедет за Джей забрать. Еще друг поедет. И девчонки встанут. И потом они позавтракают и поедут на пляж. И я к ним подъеду, наверное. План такой, что поехать сегодня вот сюда. Это сардина. Здесь это восток. Да? Запад? Не, восток. Это восток. Где-то 220-230, может, будет километров. Стоит 210. Но там будут, наверное, еще какие-нибудь дорожки, куда я хочу заехать. Да, и план такой делать. Это так, что я буду утром кататься. Вечером буду кататься. И потом буду с друзьями на пляже целый день. А потом вечером, может, еще кататься. И вечером, конечно, на ужин тоже с друзьями буду. Такой план. Вчера я не катался. Мы только отдыхали на пляже, валялись, потому что хотелось отдохнуть. Но сейчас будем кататься. Поехали в горы. Поехали вот туда. Едешь себе такой, так, бах, за поворотом вот такое. Прикольное место. Здесь мрамор добывает. Нельзя здесь ездить, наверное. Но все равно интересно. Как вы думаете, сколько такой блок весит? Я думаю, пару тонн. А вот это уже больше по-итальянски. Это уже не туристический городок. Это уже красивее и интереснее в горах. Погода меняется. Погода меняется и пахнет дождиком. Я не знаю, попадем мы в дождик или нет. Надеюсь, нет. В горах, как всегда, неизвестно, что будет. Дождь, снег, град. Кисочек здесь везде лежит. На поворотах тоже немножко напрягается. Поехали, посмотрим. Всегда есть вариант развернуться. Очень красиво. Блин, хочется быстрее ехать, но здесь вот песок езде, правда? Как-то опасно что-то. Как я скучал. Как я скучал по вот этому всему. Кататься, пляж, новые места, новые люди, новые дороги. Хоть и с песком в поворотах, все равно хорошо. Очень я скучал за этим. Это самое то, о чем весь вот это все путешествие на мотоциклах. Куда-то поехать, что-то увидеть, с кем-то познакомиться. Наслаждаться как adventure, adventure riding, как и есть. Которое сейчас очень модно. Куда-то adventure bikes только делают сейчас. Для меня это идеальные выходные, потому что утром катаешься в горах, утром катаешься по красивым местам, в обед валяешься на пляже, отдыхаешь с друзьями. Вечером прокатился еще кружок. И потом опять с друзьями сидишь, ужинаешь, пьешь пивотик, отдыхаешь. Это самое-самое то. Для меня это именно такой идеальный отпуск. Красивое место нашел здесь. Мотоцикл стоит. Я сфоткался. Прикольно очень выглядит. Я вам покажу сверху. Мусор, конечно, везде, но смотрите, какая красота. Класс, да? Поехали дальше. Красивый городок. Наверное, деревушка больше, чем городок. Ну ладно. Красивый городок. Красивый городок. Почитуем ее, а? Иди. Гуляй. Все, мы приехали в эту деревню. Назад. Где мы живем. Был прекрасный день уже сегодня. Сейчас Анна уже забрала, наверное, Джей. Они с аэропорта приедут. И теперь мы будем два пацана и три девчонки. Еще больше будет компания. И да. План такой сейчас позавтракать. И потом поехать на пляж. План такой everybody. План туда. все ребята собираются одеваемся байк здесь стоит она и джей оказывается с нами пойдут на пляж я не знал сказал они уже поэтому у них чекин тоже поздно они там пакуют машину и мы едем в сторону сторону лодки острика бабочка красиво байк набиты уже все полностью так мы будем ехать домой был офигенный отпуск было очень хорошо все было что хотелось но про дороге вам рассказал на то что они не идеальны теперь мы нам часик не часик нам пару пару минут до пляжа и на пляже мы будем на пляже мы будем отдыхать лежать еще до 5 наверное или до 4 и потом на лодку в 7 часов лодка поехали все хороший домик здесь был да альбинчик очень хорошо здесь было красиво мы приехали ребята смотрите наши там идут потому что машина сюда нельзя заезжать только особым людям там шлагбаум но мы решили вот здесь провести день пока до парома время до 7 только не здесь на этом пляже а наверное вот на том где мы были мы тут были первый день с алисой санна и с альбины я там сидели туда же мы пойдем на среди какой цвет воды были правильно говорят что как карибское море в европе окей пойдем искать место парковаться и на пляж амагай все ребята мы едем домой был прекрасный последний день было просто офигительно накатались на покупались погода прекрасная с друзьями сейчас я с ребят собру все сумки и поедем в сторону дома пара домой поехали домой на паром едем домой попрощались с ребятами сейчас он еще 30 километров до парома и потом на паром одну ночь там спать и домой но зато какой классный какой классный был отпуск я не могу просто просто так это тоже самое лодка на которой мы приехали и там у нас есть идеальное место где можно спать где мы спали с альбиной и а она и туда мы пойдем быстро побежим чтобы кенуа чтобы чтобы быстро занять место там потому что идеально просто спать бай бедер дуан дар и колеботку май майдану граци ясна исна смотрите ребята мы залезли на то же место опять где дверь сломана на той же лодке классно здесь спать никто не ходит здесь свет не горит ночью тоже и это идеально альбина моется через 15 минут мы отправляемся и и покажу еще вечер может быть увидим дельфинов как в прошлый раз посмотрим поехали с альбии до генуа поехали в генуа мы вернулись генуа и теперь нам надо еще до дома пятьсот восемнадцать километров и мы будем дома где-то примерно шесть часов стоит посмотрим должно быть без дождя должно быть спокойно все заезжаем в швейцарию и мы в германии еще 25 минут все ребята мы приехали домой наш город любимый где сейчас живем весь три был шесть половиной часов с генуа до нашего дома и мы сделали 4 паузы и проехали нормально хотя и понедельник не было трафика сильного госхард быстро проехали все было нормально следующий трип может быть будет кортика если получится может быть вы там увидите нас весь трип был примерно две тысячи километров туда и назад и там еще накатали и да очень прикольно было очень понравилось конечно было красиво все было что хотелось например пляж друзья напитки что еще мотоцикл покатушки было очень очень здорово и я надеюсь то что это чувство после путешествия мне еще останется на несколько недель хотя бы хотя бы до следующего потому что я не знаю через три недели уже опять в хорватии но наверное не на мотоцикле а на машине но все равно я думаю это будет так все спасибо что смотрите спасибо за просмотр увидимся в следующем видео ребята пока